В редакцию нашего телеканала жильцы дома номер 54 по улице Кавалерийской обратились, устав жить в опасности. Боятся люди дерева. Тополь, который зеленеет, теперь уже не под, а над их окнами, может в любой момент рухнуть. Когда начались ветра, все эти, говорю, у меня просто боялись все, говорю, все соседи боялись, упадет, не упадет, на нас или куда-либо. Ну, страшное дело, говорю. Вы понимаете, когда ветер дует, страшно, говорю. Страшно жильцам не только за себя, своих детей и прохожих, но и за автомобили, потому во дворе люди больше не паркуются. В ветреную погоду со старого тополя отлетают сучья. Машины – легкая мишень. Но может от дерева достаться и самому дому. Ствол уже наклонился к пятиэтажке. Порыв ветра посильнее и упадет. По крайней мере, жильцы готовятся к худшему. Мы уходим в другую комнату, говорю. А там будет, что будет, как говорится, говорю. Там чего снесет, балкон снесет, или чего снесет, говорю, это неизвестно, говорю. Избавиться от зеленого соседа домочадцы пытались уже не раз. Но самим дерево не спилить, уж очень большое. Да и запрещено это без соответствующего разрешения. За спил деревьев отвечает тот, в чьей зоне ответственности территория. Если это место общего пользования, то городская мэрия. Если, как в данном случае, придомовая территория, то управляющая компания. Мы в том году давали заявку в ЖКО на спил деревьев. Нам повесили объявление, такого-то числа, я правда не помню какого, что будет спил деревьев. Уберите, пожалуйста, машину. В итоге не было ничего. Ни спилов, ничего не было. Если сбудутся худшие прогнозы, караул кричать будет поздно. Поэтому обращаемся в управляющую компанию «Опора» мы. Мы не можем действовать не в рамках закона, просто их спилить. Существует закон об экологии и приказ 153. И запрос управления благоустройства кодом, то есть ждем получения разрешения на снос. Если будет разрешение, значит мы это дерево спилим. В случае, если нам администрация откажет в сеновице данного дерева, то тогда будем действовать в рамках приказа 153, то есть коронирование, в период отсутствия соподвижения. Ну, администрация нас немножко затягивает, я думаю, на следующем деле можно получить какой-то ответ и решим вопрос. Звучит многообещающе. Вот только в администрацию по этому дому заявок от этой управляющей компании не поступало. В управление благоустройства каждое такое обращение на контроле. Ведь случись что, ответственным лицам придется не сладко. В адрес управления благоустройства администрации города Иваново обращений выдачи разрешения на снос зеленых насаждений по адресу Кавалерийская 54 не поступало. Каков порядок? Необходимо обратиться за выдачей разрешения на снос аварийно опасных деревьев к нам в управление благоустройства с заявлением определенного образца. Получив заявление, специалисты управления благоустройства выезжают на место и уже там принимают решение, можно ли выдавать разрешение на спил дерева. Вот только сами жильцы обратиться в мэрию не могут. Заявку подает управляющая компания. Домочадцам остается только ждать. А мы проследим, чтобы управляющая компания выполнила свое обещание. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.